Друзья, данный якорёк стоит 25 тысяч рублей, а щёточки стоят 3 тысячи рублей. Вот здесь вот резьбы нету. Ставлю вент, он сюда проваливается. А вот где резьба есть, нет, всё нормально. Друзья, вот и новое видео из мастерской. Сегодня мы, наверное, опять подианностируем гарантийный инструмент. Первой у нас будет машинка Elitech Promo. Да, когда увидите вот такую надпись Promo, не обязательно на Elitech, они там были на калибре, на другом инструменте. Так знайте, здесь их специально удешевляют, чтобы само изделие стоило дешевле. Лучше не заглядываться на такие вещи. Как правило, эти вещи очень сильно ломаются. Я такого никогда не видел. Смотрите, винт. Он крутится. Второй винт. Тоже самое крутится и туда, и сюда. Третий. Тоже. А вот четвёртый нормальный. Ну, давайте открутим, посмотрим, в чём дело. Открутили. Пытаемся вскрыть. Вот, есть. Сейчас поближе посмотрим. Сами винты, как видим, нормальные. Проблема в корпусе редуктора. Вот здесь вот резьбы нету. Ставлю винт, он сюда проваливается. А вот где резьба есть, нет. Всё нормально. Будем заказывать корпус редуктора весь в сборе. Да, тут можно было и без корпуса редуктора обойтись сделать. Но данную машинку купили где-то в каком-то непонятном интернет-магазине. Ну, то есть, смысл не заморачиваться. Клиент данной машинки, то есть, владелец данной машинки, деньги мне не заплатит. Поставщик, кто без желтых, не заплатит. Потому что я должен составить гарантийный отчёт. Чтобы я его составил, мне нужно заказать данный корпус редуктора. Ещё согласовать с ними. Так что будем заказывать и будем делать. И сразу скажу, почему покупаете инструмент там, где есть сервисный центр. Если бы эту машинку купили бы у меня, её бы сделали в этот же день и по-быстрому. Потому что это был мой клиент. Да, он купил дороже, но он получает сервис более высокого уровня. А так он будет просто ждать. Это суровая правда, как происходит. Следующий у нас будет машинка Шторм. Симптом не включается. Как клиент сказал, выключилось в процессе работы. Ну что, давайте разбирать. Скидываем крышку. В первую очередь, проявим выключатель, листевой кабель. Вытащили выключатель. На выключателе вот два входа. Один, второй. Берём вилку. То есть, это всё очень просто. Есть. То есть, на пробу получается, на выключатель сам идёт. Теперь сам выключатель. Выключатель тоже рабочий. Выкидываем щётки. Уделяем редуктор от электрической части. Открутили и вытаскиваем. Осматриваем визуально якорь. И статор. Видно, вот она наша неисправность. То есть, отлетел один провод от одной обмотки на статоре. Такое очень редко, но бывает. Якорь у нас не перегрет. То есть, скорее всего, он рабочий. Я его даже проверять не буду. Я сделаю заключение, что он рабочий на свой страх и риск. Мы будем заказывать по гарантии отдельно статор. А вот если бы якорь был бы перегрет, здесь почернения были. Также вот тут провода поотлетали, как у меня в обзоре, когда мы испытывали данную машинку. Тогда это было бы не гарантия. А здесь всё будет делаться по гарантии. Генератор Интерскол принесли с претензией. Не даёт электричество. Вначале пробуют заводить, он и не заводится. Аккумулятора нет. Вот мы свой подключили. У него электростеркер есть. Здесь тоже нету самой заводилки. Заводилка, кстати, АБКК сюда не пойдёт. Только Интерсколовская. И самый такой вот момент. Видите, как работала свечка. Как он у них вообще работал. Хотя говорят, что работал. Ладно, сейчас попробуем поменять колпачок. Точнее поставить сюда. Свечку поменяем. И попробуем завести. И попробуйте колпачков на свечи. Если у вас вдруг поломался. Не стоит там искать по интернету или ещё где-то. Обратитесь в сервисный центр. Таких вот вещей блушных нормальных там полно. Рублей за 100, я думаю, вам его продадут. А может и за 50. А толку? Напряжение всё равно не даёт. Пробовали мы поменять плату. Всё равно напряжения нету. Чёточный узел также смотрели. Проблема, скорее всего, вот она кроется. Думаю, видно вот здесь. Немного подплавлено. И, скорее всего, из-за этого нету напряжения. Но сразу скажу. В сервисе не будут с такими вот симптомами, как здесь. То есть здесь, скорее всего, сгорел альтернатор. Но на 100% вероятности нету. То есть нужно это всё разобрать. Дианостика стоит 1000 рублей. Данного генератора. Но за 1000 рублей его целиком весь разбирать никто не будет. Сейчас просто-напросто клиенту весь сборный альтернатор выставит. Его цена где-то под 20-ку, наверное, будет. Солосица будем разбирать. Солосица не будем разбирать. Вот такая вот суровая правда. Кто-то в прошлом видео говорил, что шуруповёрт за 18 штук дорого. Там сверлилка «Доктор Шульц». Цена её 150 штук. Это бестойки. Это алмазная сверлилка, кто не понял. Стоимость ремонта данной штуки начинается где-то от 10 тысяч рублей. Даже если мы щётки поменяем, будет 10 тысяч рублей. Вот эти все мелкие болгарочки или тэхи, штурмы. Я ремонтирую только потому, что я их продаю. А так они как бы нафиг не нужны. Вот. Вот. Вот что приносит деньги. Они фиоленты, диолды и штурмы. Так что, давайте разберём этого зверя. Посмотрим, как он устроен. Точнее, что здесь с электрической частью. У клиента был вопрос именно по электрической части. То есть по механике никаких вопросов не было. Сказал, что-то здесь очень сильно искрит. Снимаем заднюю крышку. Открутили. Снимаем. Тут уже сразу можно сказать, что якорю пенсия пришла. Хотя свой ресурс, как видите, он ещё не выработал. Давайте раскрутим дальше. Посмотрим на статор. Открутили. Щётки я откинул. Одна щётка съедена вообще. И разъединяем. Вытаскиваем якорь. Сучка. Бывает и такое. Тут сальник, кстати, тоже, походу, менять придётся. Он слабо на нём сидел, якорь. Якорь поближе. Видно тут без особых приборов, что он палёный. Хотя можно попробовать проточить, но на сколько хватит, я думаю, ненадолго. Я даже боюсь представить, сколько он будет стоить. И статор. Статор также мы сейчас проверим. На сопротивление, на дидуктивность обмоток. То есть целый он или нет. Ну, проверяем статор. 6, 0, 0, 5. Одна обмотка. И вторая обмотка. 0, 0, 5. Статор данной машинки целый. Друзья, данный якорёк стоит 25 тысяч рублей. А щёточки стоят 3 тысячи рублей. И работа будет стоить где-то в районе 6-7 тысяч рублей. Как говорится, инструмент под фирмой Шульц, что такое немецкое, да, также делается по немецким расценкам. И организация это заплатит. И перематывать его не будут. Почему? Да, можно будет кому-то найти где-то в другой город отправить. И данный инструмент зарабатывает деньги. И зарабатывает неплохие деньги. Если данную штуку покупают за 150 штук. И плюс мне ещё стойку покупают где-то тысяч, наверное, за 60, за 70. То есть вы представляете, да, какой объём работы идёт? То есть людям лучше поставить новый якорь. Они заплатят. И думаю, данные деньги отобьются. Ну, конечно, при нормальных заказчиках. Ну, теперь выставили счёт и ждём оплаты. И в конце будет суровая правда мастерской. Если у вас что-то поломалось, там, в первых гарантийного срока, когда вы это всё приносите в мастерскую, не надо открывать дверь ногой, там, кричать, что вам тут все должны, что вы тут всех сейчас засудите и так далее. Это кончится тем, что ваш инструмент будет валяться очень-очень долго. Ну, как, ну, где 45 точно будет валяться. Ну, смысл от этого. Ну, парлю, ты потратите свои нервы, потратите нервы других. Хотя, как правило, в сервисах уже люди привычные. То есть на это даже внимания не обращают. Если вам нужен, у вас поломался инструмент, и вам действительно нужен, то есть там работа стоит, просто по-человечески попросите. Скажите, парня, блин, ну, посмотрите, ну, реально работа стоит. Вот даже, к примеру, с Элитехом с этим. Если бы человек попросил бы, сказал, где нужно сделать, ну, тут работа стала вообще, ну, вообще крайняя. Там что-нибудь обязательно придумали. Там же не заказывали бы этот редуктор, там, или новую резьбу нарезали, или винты поменяли. Но что-нибудь придумали мы обязательно бы, и могут сделать бы. Тем более там работа не такая уж по времени и большая. Так что, когда приходите в сервис, так же думайте, что там тоже люди работают. И так же эти люди могут обидеться. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok